МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осень – прекрасное время для подготовки своего сада к будущему сезону. Конец сентября и октябрь – прекрасное время для того, чтобы провести ряд мероприятий, которые обеспечат защиту вашему саду и дадут возможность разгрузить весенний период. Потому что весной действительно очень много работы, которая отнимает много времени. А сейчас, когда уже собран урожай, отцвели любимые многолетники, мы можем некоторое время уделить уходу за садом. А какие мероприятия необходимо провести именно в это время, нам ответит специалист, руководитель питомника агрохолдинга «Поиск», агроном Николай Сальников. Николай, день добрый. Мы сегодня с тобой в шоу «Саду». И у меня к тебе большая просьба. Ты человек с огромным, богатым опытом ухода за растениями, подготовки сада, вообще ухода за всеми видами различными, плодовыми, декоративными. Расскажи сегодня, пожалуйста, какой ряд мероприятий необходимо провести в конце сентября-октября для того, чтобы наш сад точно выглядел прекрасно на будущий сезон, и у нас не отнималось время в весенний период. Вот что самое важное? Ну, все-таки сейчас у нас уже конец октября. Если мы говорим о Подмосковье, то это как бы один вид работ, да, если это южный регион, то другой. Ну, давайте начнем в целом, что в комплексе основные работы, что мы делаем осенью, должны сделать. Первое, что это мы должны внести удобрения, осенние удобрения. Вносить их, в принципе, можно до самого позднего-поздней осени, но для того, чтобы, если это мы находимся ведь в Подмосковье, то мы должны все-таки уже их вносить в конце октября уже, наверное, в жидкой форме. То есть более доступно будет, чтобы они уже растворились. Более фосфатное удобрение, ну, нужно вносить суперфосфат, или простой, или двойной, и калийное удобрение. То есть калийное, если еще более-менее, они легко у нас в почве перемешиваются, и быстро распринимается рассеянный фосфор, они очень долго растворяются. Поэтому нам нужно сейчас для Подмосковья уже применять в жидкой форме удобрения. Либо самим растворить, либо купить готовое. Либо уже купить готовое. А скажи, почему именно фосфор и калий? Для чего их вносят осенью? Во-первых, это укрепление и ветвей, и закладывание хорошего будущего урожая калий. Фосфор для корней. То есть вообще все, комплекс фосфор и калий, это как бы скелет. То, что азот – это весеннее удобрение, которое помогает росту. А для того, чтобы этот обильный урожай, это нужно и фосфор, и калий. Защита, укрепление в зиму – это опять фосфор и калий. Для молодых растений полезно. Для молодых растений полезно. Ну, и как я уже говорил, еще неплохо бы еще применять кремний, да? Который в целом вообще укрепляет и помогает больше заложить питательных веществ и подготовиться самим растением. Поэтому можно провести сейчас опрыскивание силиплантом, да? То есть по кроне уже растений? Да, пока еще есть листовой аппарат, особенно еще актуально для южных регионов. Еще раз, препарат какой мы можем использовать? Силиплант. Силиплант. Вот в нем гре есть кремний, да? Да, или опять в сухой форме продается кремний и удобрения. Можно опять их либо внести сухими, либо уже развести. Растворить и полить под корень. Дальше основное еще – это, если опять мы в зависимости от региона, у нас в Подмосковье все-таки обилие дождей, нам влагозарядный полив не нужен. Но для южных регионов, я знаю, до сих пор фактически нет дождей, все лето у них не было дождей, этот полив произвести обязательно нужно. Как правило, подвзрослые крупные растения, ну, если говорим, деревья плодовые, то нужно минимум 3-4 ведра вылить с интервалом каждые 3-4 дня. И этих поливов сделать 4-5, если нет дождей и не предвидится в ближайшее время. Кстати, в Подмосковье тоже разные регионы, где-то дождь идет проливной-заливной, а где-то чуть-чуть покапал. То есть в этом случае мы следим просто за погодой и делаем зарядный полив, если мало влаги. Вопрос, для чего он нужен? Это, опять же, для того, чтобы растения пошли подготовленными. Мы считаем, что вот она сбросила листья или хвойники. И спит. И спит, да, но не совсем. При понижении температуры ниже 10 градусов, как правило, растение, или наоборот, возрастание, происходят разные биологические процессы. То есть, когда температура почвы низкая, то хорошо развивается и нарастает корневая система, которая как раз ей нужно нарасти, и она запасает питательные вещества в осень. То есть сбрасывание листьев не значит, что растению не нужна вода, необходима вода, для того, чтобы она напиталась все, и все полезные вещества хорошо перезимовали. Потому что особенно важно для хвойных растений, которые дышат, испаряют солнце, ветер, и вот эти хвоинки, они будут просто иссыхать. Поэтому вода необходима в осень растениям. А потом питательные вещества без воды же не усваиваются растениями. Поэтому мы насыпать насыпали, воды нет, а как оно получит? Елки, ложки у них нет. Абсолютно верно. Да, покушать. И еще одно, третье мероприятие, которое, в принципе, как раз то, что как раз разгрузит весну, это обрезка. Формировка, обрезка. А вот, кстати, какие виды обрезки бывают, которые мы можем произвести в осенью? В осень мы можем произвести фактически все обрезки. Но в первую очередь в осень мы должны произвести санитарную обрезку. То есть, что такое санитарная обрезка? Это сломанные, поврежденные или больные ветви просматриваем. Обязательно их удаляем, потому что на ней и вредители могут быть, и грибы. Все ветки, особенно для кустарника, важные, которые к земле преклонились, их вырезаем. Дальше проводим, уже просматриваем. Ну, удобно, конечно, эти мероприятия делать, когда у нас фактически опала листва. Мы видим структуру растения уже. Да, структуру, весь скелет. Иначе сейчас можно при листье что-нибудь лишнее срезать. И потом, когда листья опали, оказывается, не то отрезал. То есть, где-то у нас образовалось. Поэтому все-таки дождаться опадания листьев и уже тогда проводить эти обрезки. А до какого, кстати говоря, времени можно обрезать? И в сильный мороз, насколько я знаю, уже нельзя редко растения. Это касается в основном все-таки деревьев. Все-таки по кустарнику можно производить работу, но это просто самим некомфортно. На всякий случай, кто-то не успел приехать поздно на дачу. То есть, мы теоретически можем. Сможем или перенести это на раннюю весну. То есть, конец февраля, начало марта, тогда, когда температуры уже ночные и дневные не превышают 12 минус. Потому что здесь это важно уже и по древесине, которую мы срезаем, и опять от возраста растений, от ветвей. Поэтому лучше успеть в осень. Или, на крайний случай, это вот до распускания, до сокодвижения, до распускания почек, произвести эти уже обрезки. Но опять, говорю, весной всегда других работ хватает. Действительно. Так, санитарная и второй вид обрезки. Ну, формирующая и омолаживающая. Ага. То есть, основные виды. Все зависит от того, что мы хотим от растений получить. Или что мы видим, что с ним нужно сделать. Еще, в принципе, немаловажный момент, но его тоже нужно делать уже позже, когда у нас фактически опали листья. Это защита растений. Что такое защита растений? Защита растений не от вредителей, а от погодных условий. То есть, допустим, это касается каких-то видов новых хвойных растений, которые вы посадили. Или слабозимостойких растений, таких, допустим, как форзицы для Подмосковья. Это все-таки южное больше растений. Или, опять же, хвоя, которая периодически повреждается, как у цуги. Вот если февраль-марк морозный или солнечный, подгорает. И поэтому, или азалии, опять, если у вас они, рододен, вечно зеленые, на открытом солнце, то обязательно нужна защита. Притенку ставим. Не нужно заматывать растения, их душить. Вот как часто показывают, стоят вот эти египетские мумии, которые не имеют внешней универсии. Ну, если у вас, конечно, вы посадили неправильно, то есть, что такое неправильно? Например, на сквозняке, так называемой трубе, где она постоянно продувается, да, может быть, стоит и замотать. Но если у вас грамотно посажено растение, но при этом есть риск этого ожога солнечного, то все-таки сделать хотя бы просто притеночку небольшую. То есть, ее можно сделать, например, на бамбуковых палочках, натянуть легкие или лутросил, или мешковину, да, что-то такое. Или, в принципе, знаете, наверное, это парусность большая. То есть, я имею в виду лутросил, да? Для невысоких растений, да, наверное, такое подойдет? Да, можно. А вот если для высоких, все-таки лучше строительная сетка, да, вот, ну, видели, да, такие, как бы, на лесах, когда строят здания. Защита, да. Лучше, наверное, все-таки ее, она защитит от солнца. Мы набрасываем на растения и закрепляем, да? Закрепляем. Или, опять же, ставим так вот колышками, бамбук там, или можно, каркасы специальные, сейчас в магазинах продаются. Да, сейчас всего достаточно, выбрать можно. Для растений, которые уходят в зиму вечно зеленые, и особенно, допустим, туи, шаровидные, здесь важно, чтобы они тоже не развалились. Здесь нужно тогда уже сделать типа шалашиков, укрытие. Это тоже защита. И еще одна важная защита. Вы почему-то привыкли белить растения весной. Да, это бич. Все весной бегут белить. Нет, основная побелка должна производиться в осень, позднюю осень, глубокую осень. Но опять нужно грамотно подойти к выбору средства, которым вы будете белить. Это связано с тем, что затяжные длинные дожди, да, осенью, или зима мягкая, да, вместо снега дождь, то будет смываться. Конечно, если бы есть возможность такая, лучше это подбелить. И пилить нужно не просто стволик красиво побелить, а белить вплоть до основных скелетных ветвей. То есть эта побелка в основном относится ко всем плодовым деревьям. Вот для чего ее делают в осень? Точно так же, как мы говорим, защитить от ожогов. От весенних, или там февральских, мартовских, даже апрельских морозов. То есть в мае бессмысленно вообще эта побелка не имеет никакого смысла? Если хотим, чтобы были красиво и эстетично, как считают по привычке, берем и белим. Еще раз повторно. Но на самом деле побелку необходимо произвести в поздний осенний период. То есть мы приготовили какие-то средства, не белим сейчас. Мы можем вернуться на участок, когда уже, может быть, выпал первый снежок, но при этом ночная температура еще плюсовая. То есть когда вы можете жидкость, чтобы она не замерзла. Не замерзла на ходу. Да, поэтому это делается при небольших плюсовых температурах. И побелку, так скажем, нанесли, далее потом сохнет, и еще вторым слоем, чтобы она равномерно, плотно села. Еще в нее, кстати, да, часто добавляют немножко клей ПВА, для того, чтобы она как-то поплотнее села к побегу. Да, но я думаю, что клей ПВА все-таки для взрослых растений, наверное, допустим. Для молодых растений, наверное, не делать этого, потому что все-таки это некий такой, ну, как бы, как... Ну, химический элемент. ...заволакивает, да, то есть склеивает. Поэтому, может быть, добавить дополнительно глину. Это природный, да, компонент. То есть, в принципе, в магазинах сейчас продается в садовых. Все продается в мешочках, да. Да, в мешочках. Вот белая глина, да. Вот ее добавить дополнительно, она придаст уже дополнительную. Ну, и, в принципе, в простонародье, опять, для вязкости можно использовать помет. Да, то есть свежий помет. У многих, да, кто? Да, вот им можно. То есть подкармливать пометом нельзя зиму, но нанести его в виде вспомогательного средства. Только, конечно, не ведро, на ведро, да? Да, да, да. Чуть-чуть. Да, то есть, чтобы придать вязкость, да, и прилипаемость лучше было. Понятно. И скажи, пожалуйста, обрезку мы можем делать для всех видов растений и кустарников? То есть и плодовые, и декоративные мы можем обрезать? Мы можем сейчас и деревья плодовые, и декоративные деревья, и кустарники. А хвойные мы обрезаем сейчас растения? Я не рекомендовал бы делать обрезку хвойных растений, опять, по той причине, я сюда привожу пример, как к нам, да, мы приезжаем на юг, да, загораем и защищаем себя, да. Если не защищаем, то мы делаем, получаем ожоги. Поэтому и в растении также верхняя часть хвои, она видела солнце, она привыкла, да. И когда мы обрезаем ее, особенно это касается туфель в первую очередь, ну, или можжевельников, и мы, получается, защитный слой, который уже привык. Обратите внимание, сейчас ваши хвойники, они уже меняют окраску. С зеленых, с желтых, становятся бурыми, да, допустим, как микробиота, да. Она же вообще зеленая, сейчас такой цвет, как будто она умерла, коричневая какая-то, или оливковая, ну, такой цвета у нее неестественные, да, природные, как кажется. Загорела за сезон. Да, то есть она как раз подготовилась для того, чтобы не обгореть. Поэтому обрезку все-таки вечно зеленых растений лучше делать ранней весной или до середины августа. Ранней весной – это какой ты срок рекомендуешь? Это, в принципе, как я и сказал, уже опять зависит от каждой культуры, это все-таки разный подход. Ну, для туи я все-таки рекомендовал уже начало роста, прироста, сокодвижения, когда мы видим, что если что-то подверзло, чтобы не делать 15 опять обрезок, ну, времени не так много. А для сосны елки, да, если формировочная какая-то обрезка, то ее можно проводить до вот этих вот, начала роста. Привление свечей у сосны. Понятненько. И вопрос, конечно, у нас к многолетникам. Потому что когда лучше срезать цветники? Потому что сейчас еще конец октября, но цветники еще стоят достаточно красивые, листва красивые, многие, особенно вот уже поздние, осенние, астрочитки, они все еще продолжают свести. Срезать жалко, рука не поднимается. В какой период это не поздно сделать? Ну, в принципе, можно вообще этого на самом деле не делать, да? Ну, если мы перфекционисты, нам нужен порядок. Да, если мы хотим, как бы, и какая-то эстетика, да, у вас, и мы постоянно на участке, не нужны нам эти торчащие снега, да, какие-то былинки. Потва. Потва, да, то мы должны это сделать, в принципе, при наступлении первых заморозков, хороших заморозков. То есть тогда, когда опять нам комфортно работать, может быть, это уже подмерзнуть. И опять есть такой момент, вот обратите внимание, уже почти пропал на хвостах листья. То есть они такие, как вот желтые, вареные, как будто их обварили, да? Поэтому вот смотрим на растения, и по многолетникам именно эту обрезку делаем вот по мере, да? То есть мы хотим не срезать всю клумбу сразу, да? Вот видим растение уже, как хвост, пожухло, начинаем обрезку. Если видим, что растение еще, ну, зеленые нас радуют, ну, это все нас устраивает, и мы можем еще приехать на дачу, то мы можем постепенно где-то делать обрезку листвы. Но есть же растения, которые абсолютно не обрезаются, многолетние корневичные растения в зиму. Ну, к таким растениям очень много, на самом деле, относятся растения, да? Это, ну, давайте, как вот полукустарники, это, например, верески, эрики мы не режем, да? Да, мы их оставляем обрезку уже весной тоже делаем. Да, весной. Значит, дальше это бадан, вечно зеленый, да? Мы можем у него убрать такие старые коричневые листья, да? Но молодые, зеленые, хотя сейчас он уже окрасился почти в красный цвет. Поэтому тоже обрезку лучше его перенести на весну, когда мы видим, какие-то уже опять зимой повредились. И он, в принципе, из весны, из зимы выходит с хорошим листом. И потом же, я почему сказал, можем не обрезать? То есть, в принципе, если у нас такой суровый регион, то вот эта вот верхняя листовая часть, которая останется, да, то она ищет корневую. То есть, в принципе, говорю, мы смотрим по региону и как нам нужно, чтобы... По биологии растения. Гехера мы не обрезаем, кстати говоря. Гехера, тимьян, то есть лаванду, то есть мы эти вещи не обрезаем. Ну, их очень много на самом деле. Есть ли, кстати, леники, оставляют достаточно большие ирисы. Ирисы, да, оставляют. Ирисы нужно было раньше просто обрезать, сейчас, конечно, уже поздно, да. Поэтому здесь злаки, многие злаки не обрезают. Зимний зеленый они также у нас стоят. А есть злаки, которые хочется, остались эти красивые колоссии, как на мискантусах сейчас, да. То есть, очень будет эффектно смотреться зимой, да. Зимой выни, да, и стоят. А, кстати говоря, вот очень много вопросов по обрезке гортензии метельчатой. Я знаю, что ты делал много даже отдельных программ, у нас на аккаунте питомника они есть. Но вот сейчас скажи просто отдельно по гортензии метельчатой. Стоит ли оставлять соцветия или все-таки их лучше убрать в избежание разламывания куста? Ну вот, как бы ты уже ответил, в принципе, мы смотрим опять все-таки, как мы делаем, формируем растения. То есть, здесь можно оставить, на самом деле, им нравятся вот эти соцветия, да, которые в виде там, у древовидной это шапочка, да, у метельчатой это в виде колосса, да, соцветия. Мы можем оставить, если им это нравится. Если нет, то я бы все-таки рекомендовал, у нас в последнее время такие нестабильные зимы, когда ледяные дожди, да. И вот, да, может быть, изломаться ветки. Опять, еще, зависит от того, какое растение, вернее, какой высоты вы хотите. То есть, если вы гортензии всегда обрезаете, допустим, на минимальную высоту, то, в принципе, можно и оставить. Если что-то сломается, она не сломается под ноль, да. А если вы уже выращиваете высокорослые растения, куст крупные гортензии, сорта, да. Хотите, чтобы она была большая, да. Допустим, те сорта, как на тот же Лаймилайт, да, он высокорослый сорт или фантом, то, конечно, я бы, наверное, все-таки рекомендовал бы убрать в избежании изломов и в сравнении крупного куста, убрать вот эти вот отсвершие сосветия. А если, например, она нужна невысокая, то мы можем оставить. То можно смело оставить и весной сделать эту работу или вот как сошел снег. Понятно. Но, тем не менее, провести все-таки, вот если пройти сейчас посмотреть, вот сейчас уже лист почти начинает сбрасывать, и в том числе гортензии, пройти сейчас посмотреть. То есть, там есть действительно, что сделать санитарную. Там есть изломанные веточки, которые под крупными или маленькие, тоненькие, с крупной шапкой, уже сломались. Ну, от них толку не будет. Опять же, это грибы, болезни, их можно уже сейчас обрезать. А вот, кстати, у меня вопрос по поводу штамбовой смородины. Пойдем посмотрим, и вот ты скажешь, что здесь стоит обрезать, а что не стоит. Вот она, моя прекрасная смородина. Что все-таки необходимо сделать, чтобы она как следует перезимовала, и я не переживала за ее сохранность? Оксан, как я и сказал, сейчас, в принципе, наверное, еще для смородин рано, потому что ты не видишь опять структуру, поэтому нужно дождаться все-таки листопада. То есть, для того, чтобы опять ускорить листопад, мы можем применить, как я сказал, медный купорос. А, то есть, когда мы обрабатываем медным купоросом, листья опадают, да? То есть, это стимулятор опадения листопадовой пластины. Ну, в том числе, да, потому что сейчас медный купорос можно начать применять уже по листу. Почему можно и нужно? Вы прожигаете болезни все, да, грибы убиваете. Что такое прожигаете? Сейчас, допустимо, для листопадных форм растений, то есть, лиственных, да, по-русски говоря, лиственных растений, концентрация до 500 грамм на 10 литров воды. То есть, это достаточно концентрировано. Это будет прям зеленый такой налет, опрыскивание прям производит. Не просто прыснули, а прям хорошо, как говорится, чтобы аж стекало. Чтобы даже стекало, да, чтобы следы были видны. Поэтому сейчас в саму обрезку невозможно провести, но что нужно будет сделать? Нужно обязательно обобрать плоды. Я рекомендую это сделать. Кажется, что их будут есть птицы. Ну, смородину вообще очень редко едят птицы. Они обычно поедают другие. Но нужно собрать, потому что это опять гниение, это грибы, это всякие болезни. Поэтому собираем, удаляем и выкидываем, да. После того, как облетел лист, мы собрали вот эти плоды все. Посмотри, они почти уже все испорчены, да. То есть, ну, толку нет. Мы их не собирали, потому что на шоу-сад мы должны были показать, как растение выглядит. Дома я, конечно, ее уже все съела. Поэтому нужно обобрать, если у вас остались плоды. В том числе, если у вас на деревьях, как на нашем, есть остались плоды, точно так же наверху где-то, лучше их тоже убрать. То есть, декоративных яблонь все мы убираем. Вот яблонь китаечка мы все снимаем. Все яблоки мы должны убрать зиму, потому что потом это будет та же самая, извините, парша, груша. Ну и слива, и груша, мы все это убираем. Это все убираем, все удаляем, потому что это все остается дальше у нас, все болезни остаются на следующий год. Поэтому обязательно мы это все убираем. Все эти плоды, не собранные нами, испорченные. Дальше просматриваем, что мы должны сделать. Если мы знаем, что у нас молодой куст, молодое растение, то мы не делаем так называемую омолаживающую обрезку. Мы делаем опять формировочную какую-то и санитарную, как я сказал, самое главное. Да, точно, это мы держим просто габитус куста, который нам необходим. Если говорю о омолаживающую, омолаживающую можно производить, как правило, на кустарниках это старше 4-5 лет. То есть, как я и сказал, до этого я тоже рассказывал, что на кусту кустарника, ягодного особенно, должно быть, так скажем, 30, 30, 40 или 40, 30, 30. То есть, что это за сочетание? То есть, должны быть 3 побега взрослых плодоносящих, 3 побега молодых, И этого года? Допустим, нет, наверное, уже плодоносящих того года, да? Ага, но молодых. И 4 новых или 4 старых, да? Ну, то есть, нужно это соотношение. Если вы видите, что у вас перерастает старый куст, застаревший, конечно, нужно максимально вырезать старые ветви. Так-то, в принципе, если мы будем ухаживать за ягодным кустарником правильно, то есть, сморозник и жовник, он может плодоносить хорошо на одном месте 15-20 и более лет. Если мы опять подкармливаем вовремя, мы вовремя следим за ним, облезаем, следим за болезнями, то при правильной формировке, как и штамбовой, может, 10-15-20 лет вас радуют прекрасными ягодами. Вы, кстати, спасибо, что сказал, потому что многие считают, что штамбовая смородина – это не долговечный плодовый кустарник, что ухаживать за ним сложно. Я всегда прихожу, приходите к нам и посмотрите. Они у нас здесь сколько уже? Лет 4-5 сезонов точно, полно. Да, 5 сезонов точно. И вот они прекрасно выглядят, замечательно плодоносят, очень аккуратная форма кроны. Вот, кстати, с формы кроны, да, как мы будем поддерживать развитие нашей смородины, чтобы она у нас все-таки не развалилась? Видишь, у нас в этом году дошло до такой рожай, что нам пришлось доделать эту карусель, как мы ее назвали с тобой. Поэтому я все-таки советую здесь, нам сейчас листопадет, не произвести укорачивание. То есть все-таки убрать. Ну, не может выдержать такой уже урожай. Все-таки и заодно обновим. Так как мы сказали, что им уже старше 5 лет, есть ветви, которые уже застарели. Поэтому мы чуть позже проведем омолаживающую обрезку. Не на всех, конечно, но какие-то мы сделаем, вырежем довольно сильно. Но, кстати говоря, и весной те побеги, которые мы срежем, они активно из почек возобновления дадут молодую порсель. Вот с ней же тоже нужно вовремя ее поймать и не допустить разваливания. Ну, это как бы уже весенне-летняя обрезка. Но, тем не менее, да, я советую внимательно смотреть за приростами, особенно в мае, в июне, в год до июля. В зависимости от, опять, от подгодных условий, от, так как, скажем, ухаживали, кормили растения, может быть, потребуется и 2, и 3 прищипки или обрезки. То есть прищипка – это когда на зеленом конусе, еще зеленый побег, мягкий, вы можете руками их сорвать. Если он уже древеснел, то уже делаем обрезку. Если, в принципе, посмотреть, в прошлом году мы произвели раз, две полные обрезки. Некоторые, вот, я смотрю, и три. Поэтому сейчас мы пока ничего не делаем, ждем осыпания листвы, собираем, как я еще раз повторяю, плоды. И тогда уже смотрим на куст и формируем так, как нужно. И смотрим, говорю, как заурожаем. Здесь у нас уже действительно очень много, мы немножко его обновим. Вот вопрос, кстати говоря, про плодовые деревья. Что их нужно белить? Что делать со стволиками вот таких штамповых растений? Оксана, ничего мы не делаем, абсолютно ничего. Потому что все-таки она может быть на собственном штамбе, или, как в нашем случае, это привитая. Прививается на золотистые зимостойкие сорта, как правило, то, что мы, по крайней мере, реализуем. Ну, у нас прекрасно зимует, ничего мы не укрываем. Если опять мы переживаем, есть еще один такой хитрый вещь. Кто-то может сказать, это не помогает. Но вот смотрите, обратите внимание, у нас все-таки бамбук, ну, так вот сейчас, вот именно здесь, стоит вот именно у нас. От основного солнышка перекрывает. То есть, в принципе, это не важно конкретно все-таки для нашей смородины. Но, тем не менее, если мы хотим еще некую защиту сделать, вот не хочу белить, не нравится, ну, или не стиль, да, нам не побелкает, особенно на тех кленах, не хочу обматывать, но красиво, чтобы смотрелось. Бамбук, он, в принципе, смотрится эстетично, поэтому можно приобрести довольно толстый бамбук, да, и поставить его как раз со стороны солнца. Максимально, в обеденные часы, которые самые агрессивные. В зените, так называемые, да, где выше всего. И мы можем, тем самым, уже защитить от тех же ожогов в февраль, март и апрель. И получается и защита растения, и опора, потому что такой кустарник, конечно, с огромным урожаем, он не выдержит. Ну, или молодое деревце, которое требует подвески. Значит, здесь все понятно, с нашими плодовыми кустарниками, тем более такие формы на штамбе, сложного ничего абсолютно нет. Абсолютно ничего нет, поэтому... Тут же уход, что и за обыкновенным. Главное сначала выровненный штамб получить. Следующий вопрос, у школы мы с тобой пришли к этой композиции. У меня здесь миниатюрные розы и потрясающая земляника. Вот, кстати говоря, земляника прекрасная, она мне очень понравилась. Это мелкоплодная сорта у нас здесь представленная. Ну, у нас в ассортименте большой, достаточно ассортимент, да. У нас есть руяна, александрия, еще есть сорт золотинка, это с желтыми плодами, да. Барон Салемахер. И вот, да, я сразу просто посмотрю, ягодки очень мелкие, вот я их сейчас даже сорву. Но при этом они необыкновенно сладкие. И вот сейчас у нас уже конец октября, они продолжают давать плоды. Ну, вот я тут продегустировала их немножко, поэтому мало, наверное, уже осталось. Мелкоплодная земляника, в отличие от крупноплодной, еще один огромный плюс, она фактически не образует усов. Конечно, усы есть, если мы присмотришься. Они у нее имеют очень короткие междоузлия, поэтому если посмотреть внимательно, он очень короткий. И куст становится со временем пышнее и пышнее. Если это уса, она дает плоды. Вообще, по идее, в зависимости от сорта, от 700 до 1000 ягодок можно собрать. Но она была у нас усыпная даже в первый год своей жизни. Тем не менее, считается, что мелкоплодные сорта, такие как руяна, александрия, барон Салемахер, золотинка, до 700 тысяч ягод за сезон. С ума сойти. И она сладкая, при этом ароматная, невозможно. Вот как мы ее будем готовить к зиме? Ее, опять, точно так же мы можем сейчас обработать вместе, коль у нас, с тем же медным купоросом не повредит. Листовой аппарат мы уже не трогаем, никакую обрезку не проводим. Только можем почистить, вот так скажем, вот те листочки, которые именно больные. Вот они. Мы просто такие вот убираем. А здесь, наоборот, оставляем листовой аппарат для того, чтобы защитить растение опять от зимы. Вот эту розеточку основную, сердечко. Поэтому ничего не отрезаем, убираем только вот такие вот испорченные больные листики. И я бы посоветовал все-таки убрать, сейчас уже убирать, цветоносы. Которые начинают, так как она ремонтантная, они поставлены вот, кстати, колья. Да, они будут отхаянные, мороз начнется, но чтобы они все-таки больше окрепли, меньше тратили сил на завязывание плодов, я бы рекомендовал все-таки все плодоносящие веточки уже сейчас удалить. Стоит ли ее укрывать на зиму? Или какие-то дополнительные средства защиты применять? Смотри, Оксана, в нашем случае точно нет. Даже если будет такая суровая зима, бесснежная фактически, у нас есть, смотри, с тобой бортик, который защищает, да? И есть другие подсадки других растений. Все-таки этого будет достаточно. Если у нас она высажена на таком не очень удобном месте, там влажный участок, на открытом. Да, конечно, я бы рекомендовал все-таки для первого года все-таки сделать укрытие. Но опять укрытие-то делаем тогда, когда наступят постоянные уже заморозки. То есть, вот эти вот теперь ночью, мороз, днем, плюсы, если опять чем-то окрываем, это опять начинает растение, можно подумать, что ему весна. И пойдет в рост. Рост и может погибнуть. Поэтому землянику или вообще все укрытие всех растений, в том числе и кустарников, да, и многолетников корневищных, я рекомендовал делать, когда уже земля начинает промерзать, когда она уже полностью остыла. Поливилась, мы начинаем укрывать. А чем достаточно будет накрытие? Лутросилом или может быть... Огроткани. Что у вас есть по-другому? В принципе, не рекомендую, конечно, мешковиной, не пленкой, да, но достаточно будет огроткани. Можно использовать, в принципе, если у вас опять здоровый опад, ну, лиственный, да, или хвою нарезать ветки. Земляника будет хорошо с хвоей? В принципе, ничего страшного нет, потому что она хорошо растет и при PH5. Вот, достаточный, ну, в принципе, это уже ближе кислый, поэтому это нормально для нее будет. Ну, в конце концов, мы потом уже можем его собрать аккуратно, да? Да, 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 аккуратненько все. Но, с другой стороны, земляника, она же у нас растет в лесу и прекрасный мы урожай лесные шибираем. Что касаемо роз, здесь опять, так же, я бы удалил только сейчас от свете и провел бы, как здесь, видишь, у нас, погибую веточку, да, санитарную обрезку. Все остальное я бы оставил и уже посмотрел по весне, как она, как она дойдет. Как она перезимует. Или все-таки чуть сделать пониженную срезку, да? Ну, в любом случае, вот, вот у нас, смотри, это целый букет, то есть мы в любом случае будем срезать, да, вот я бы у меня все катаю в руках. Да, он не перезимует. То есть она все равно зеленая, она не перезимует, поэтому мы точно ее удаляем. А вот рядом она древесневшая, видишь, да, вот хорошо созревшая. Здесь вот только уберем вот отсевшие веточки, да, и вот здесь. А остальное мы оставим, потому что есть большая вероятность, что он перезимует. Но опять, какая нам нужна высота растения начальная, да, потому что есть же, в зависимости опять от группы роз мы эту обрезку делаем. Мы касаемо миниатюрных, я бы обрезал вот именно так сделал. Я бы не убирал все полностью, оставил бы древесневшие полностью побеги. Ну, нам же все жалко, а скажи, пожалуйста, из этих побегов могут черенки получиться? Ну, сейчас уже все-таки это поздно делать. Ну, если дома. Ну, очень же хочется что-нибудь делать. Хочется, но на самом деле все-таки можно попробовать, но они не совсем созрели, или тогда нужно было делать раньше. Вдруг сейчас были заморозки, и она прихватиться могла. Пошли, поэтому это было нужно делать чуть раньше, но опять это дома тогда мучиться. Либо это нужно было делать в конце июля, начале августа. Ну, то есть кому хочется экспериментировать, можно попробовать. Можно попробовать, да. Так, и мы, собственно, здесь тоже эти наши миниатюрочки обрежем, подсыпем немножечко, наверное, торфа в основание, чтобы сохранить почечки. Ну, если мы не подкармливаем жидкой форме, ввозим фосфор и калий. Для укрепления корневой. Мы сейчас с тобой находимся ещё на газоне. Кстати, да. Ещё один момент. Нужно сейчас что делать с газоном. Весной, если, опять же, с ним ничего не делали поздней осенью, не прочёсывали его, не подстригали, то весной, как правило, он, или даже под снегом, он начинает, так скажем, преть. Преть, да. Лесенью покрываться, да, выходит. Поэтому я рекомендую обязательно последнюю стрижку, как можно сделать позже. Это, как правило, даже в условиях Подмосковья, это ноябрь месяц. Ну, то есть мы смотрим по динамике. Если вот он отрос и лохматый, то, конечно, он... Ну, и снега нет, естественно, да. То есть мы обязательно, ну, должны его, он должен уйти коротким. Насколько коротким он должен уйти? Так, как он уходит коротким, у вас вот, когда ваша стрижка основная. Чтобы выглядел он аккуратно, не заваливался. Так же, да, аккуратно, не завалился, ни в коем случае. И я бы рекомендовал после этой стрижки провести прочёс. Чтобы в зиму не было у нас слежавшихся остатков, чтобы они не прели. Которые опять не прели, не грели. Да, если вдруг мягкая зима, рано выпал снег на тёплую землю, да, то может начаться процесс огниения. Особенно, если он у вас уже взрослый, старый, вы не делаете ни скарификацию, ни аэрацию почвы. Это обязательно нужно сделать. Ну, это весенние работы, мы про них, я думаю, расскажем. Ну, это отдельно уже. Да, отдельно. Значит, в осень обязательно у меня газон должен уйти. Достаточно коротко подстриженный. Не распускать его, да, и не расслабляться. До этого должны были подкормить 2-3 раза осенним удобрением. Который тоже включает фосфор в калии. Сейчас уже бесполезно. Бесполезно, да. Даже фосфор в калии. Ну, нужно вносить, было именно до середины сентября все-таки. Мы его поливаем дополнительно или не поливаем? В зависимости опять от региона и места произрастания. Если у вас, ну, сам по себе участок влажный, то, конечно, нет. Если это песчаная почва, я рекомендовал это делать, если не было дождя в большей неделе. Еще очень часто, я обращаю внимание, на газоне появляется такой рыжий налет. Это и есть ржавчина, да, которая присуща многим злакам. И в том числе она может быть и сама носителем, и болеющей стороной. То есть, когда особенно у вас смешанные сложные посадки сада, это черная смородина, крыжовник, груши, которая фактически не имеет устойчивости к ржавчине, и какие-то хвойные растения, особенно можжевельники. Поэтому здесь нужно следить, и точно так же неплохо бы газон обработать теми же меди содержащими препаратами. То есть, даже сейчас, если холодно, и мы обратили внимание на появившуюся рыжину, то меди содержащими препаратами пройти мы в зиму можем. Но только все-таки уже не такой, как я сказал, концентрации. Лучше уже сделать, наверное, либо бордоскую смесь, либо уменьшить до 200 грамм на 10 литров. Хорошо. С газоном у нас тоже более-менее все понятно. И начнем мы его кормить, и все остальные мероприятия с ним уже повеснили, для того, чтобы активировать его рост. А еще один момент, который беспокоит тоже многих садоводов, что нам делать в случае, если у нас есть водоемы. Причем водоемы эти могут быть просто декоративные, маленькие, большие. Если там растения находятся, что в этой ситуации делать? Ну, такой огромный спектр сейчас. Да, да, но все, что касается воды в саду. Да, но здесь можно долго и бесконечно снять серию. Здесь давай, если кратко говорить. Если у нас такая, скажем, декоративная емкость, и она находится, ну, так скажем, небольшого объема, ну, может быть, до 120 литров, я бы рекомендовал полностью слить воду. Если у вас там были растения, такое тоже бывает, да? Да, да, да. Кувшинки из карликовой сорта, и они у вас цвели, то их нужно, конечно, срезать и убрать в подвал. И следить за тем, чтобы не пересыхал этот глинистый ком. Температура хранения, как правило, должна быть, ну, не выше плюс 7 градусов, лучше, чем ближе к нулю. Это идеально, чтобы они не проснулись, но при этом смотреть, чтобы они не пересохли. Подсохли, да. Вот. Небольшое отрастание, в принципе, возможно. Наверное, уже к февралю, к марту, ближе. Я скажу так, как немножко еще занимаюсь аквариумами, в принципе, вы можете дома ее поставить. Ну, если вы видите, у вас в погребе не составляетесь, вы можете в ведре, конечно, ее уже перенести в ведро и поставить домой. Ну, будет отрастать, будете обрезать, оставлять к одному листику. Да, особоценный сорта, с которыми хочется и повозить. Если у вас уже растение, пруд большой, то эти растения, как правило, спускаются на зону непромораживания пруда, да? То есть, если они у вас находились в полуметре, да, то вы их спускаете на глубину уже больше одного метра, для того, чтобы они не промерзли. Ваши растения. Еще одна защита, в чем заключается водоема, это, так скажем, особенно, если вы опять декоративный, небольшой прудик, ну, или водоем какой-то, и, так скажем, с крутыми пологими берегами. Чтобы не произошло обрушение, из-за того, что ледяная корка образуется, у вас будет распирать бока, да, и... И повредит покрытие, может... Повредит покрытие, или даже не повредит покрытие, но при этом у вас реально вот он выложенный, да, вот у вас или бетоном, или выложен чем-то, да, камнем, то его разорвет. Поэтому рекомендую часть воды слить, да, и сделать такой момент пластиковые бутылки. Пятилитровые, ну, лучше большого объема просто, почему говорю, в зависимости опять от пруда. Если у вас прудик там полтора на полтора или на два на два метра, да, ну, небольшой водоем, то вы можете пять, ну, восемь бутылочек пятилитровых туда пустить. Что значит опустить? То есть мы в них либо набираем воду, либо насыпаем гравий на дну треть для того, чтобы не больше, чем наполовину, так сказать, они погрузились. Остальное было в воздух. Как раз лед, когда вода будет превращаться в лед, все это расширение возьмет, да, она будет давить вот эту в воздуху, эту пластиковую бутылку, поэтому... Крышечку мы сверху закрываем или не закрываем? Конечно, закрываем. То есть мы насыпали, можно песок насыпать, да, или гравий. Такой маленький утяжелитель. Да, утяжелитель, чтобы он как поплывочек, да, был у нас. И вот эти поплывки мы, так скажем, обязательно по контуру кладем и желательно, если есть такая возможность, что-то привязать, чтобы он как якорь, и чтобы он несколько штук оставались в центре. Понятно. А, ну и, соответственно, убрать все оборудование, которое находится в водоеме. Это, конечно же, естественно. Слить воду для того, чтобы оно у нас... Особенно касается, если у вас вообще водоем, так скажем, приподнят, не в земле, а вообще приподнят, то я вообще рекомендую полностью его слить, естественно, все оборудование, внести в теплое помещение. Еще один важный момент, который мы должны не забыть сделать в саду, это выкопать георгины и гладиолусы, то есть те многолетники, которые не зимуют в грунте. То есть тюльпаны и лилии мы сажаем специально, а вот гладиолусы и георгины... Да, и георгины мы должны выкопать. Я скажу, что, опять, если говорить по московским меркам, находясь в Подмосковье, то все-таки георгины уже должны были выкопать, потому что уже были первые заморозки, и здесь уже есть такая проблема, что они могли подмерзнуть, потому что они находятся, ты знаешь, очень близко с поверхности земли, то есть мы когда сажаем, она кажется, что глубоко, она нарастает и поднимается, поэтому георгины выкопать нужно было чуть раньше. Но тем не менее, если вы еще не сделали, нужно делать это уже срочно. Таких уверенных заморозков нужно успеть, чтобы сохранить. А вот гладиолусами можно, в принципе, первый заморозок и тоже уже собирать. Их обязательно все просушить, георгины мы должны промыть обязательно от земли и заклад на хранение уже обработать. Ну, обработать опять против плесени, грибов. Чем лучше обработать? Ну, можно использовать народный, это обычный залам, да, садовый, ну или, в принципе, такие препараты, как там Максим, да. То есть подержать некоторое время по инструкции, да? Просушить и занести уже в сухое такое место. Но все-таки присматривать для того, чтобы они не высохли совсем. И еще один важный момент. Вот, например, очень многие садоводы знают, что конец октября это распродажа в питомнике, прибегают, покупают много материала. Ну, хочется что-то, я понимаю. Я сам так. Я такая же, все абсолютно правильно. Но бывает так, что ну купил, нахватал, работы много, не успел приехать в сад, посадить. А тут уже мороз на носу. Вот как сохранить растения, которые мы не успели посадить на постоянное место? Александр, так как у нас питомник, все-таки он в основном контейнерный, больше, чем на 90%. Вот у тебя опыт в этом большой. Да, поэтому я хочу сказать, если вы приобрели растения, опять, что мы должны сделать? Не успели посадить? Купили, ну вот, оказалось, что или не готово, там, не знаю, вот мы рассчитывали, что нам подрядчик... Да, подготовит место для посадки. Что мы закончили с дорожками, а бац, тут еще дорожки, а тут еще вдруг дренажи не готовы, ну, а растения приобрели, ну, не успели посадить. Ничего страшного в этом нет, они прекрасно зимуют, вы покупали растения в питомнике, в этом уверены. В контейнере с хорошей разъемной корневой. Ну и комовые даже растения, в принципе, тоже небольшая проблема, потому что большинство весной очень много работает, ты знаешь, в питомнике, вот мы сейчас выкапывали огромное количество растений с грунта, как я сказал, что они весь объем выращиваем в контейнере. То есть готовите продажу весной. Да, для весны, что иначе мы не успеем, поэтому здесь все очень просто. А, и зимовать, они у тебя будут, получается, в этом коме. Конечно, в питомнике на почве уже, не в земле, а на почве. Что мы сейчас будем делать? Мы сейчас обязательно должны опять провести полив и следить, вот если как бы дождик шел, да, но земля мокрая, но в контейнер все равно пересыхает. Ком может не пропитаться до конца. Да, поэтому здесь мы смотрим за растениями, чтобы ком был постоянно мокрый, то есть в осень он уходит в зиму, увлажненный. Не надо прятать и ни в коем случае не убирать растения в теплицу. Некоторые умудряются убрать в парник, так как говорят, прекрасные условия у меня, то есть это растение не защищено от снега, постоянные перепады температур, тепло, холод оттаяло, то есть мы храним на улице. Растения уличные храним на улице, не дома опять храним, а на улице. Поэтому, Бребрич, поздно осенью не успев посадить, мы либо прикапываем, делаем ямочку, и вставляем... Если еще пока копается. Да, если копается. То есть прямо в контейнере. Либо, если, ну там, в зависимости, сколько у вас растений, одно или там несколько, составляете их плотно вместе, и можете опять обсыпать торфом. Между горшками тоже надо просыпать. Не обязательно. Не обязательно. Хотя бы по контуру вы должны обсыпать. Хорошим ком, такой насыпь сделан. Значит, торф, опилки или земля? Ну, вплоть, да, в принципе, подойдет здесь обмотать несколько слоев спонбондом, агротканью, если уже прям ничего, совсем ничего нету. Или уже, например, почва замерзла, мы не можем закопать. Поэтому можно любыми, в конце концов, можно использовать, я не знаю, опять стройка, опять минеральную вату, стекловату, пенопласт, и чтобы не разлетелся, обложить. Даже дождь какие-то использовать. Так же растения вывозят. Наши растения, которые мы реализуем, они уже привыкли расти, в принципе, в контейнере, они уже зимостойкие, и поэтому выращенные не один сезон, выращивались в контейнере, в горшке так называемом. Поэтому они прекрасно будут зимать, если хотя бы вы укроете их так. Хотя бы так. Ну, в принципе, прекрасный совет, потому что действительно бывает, накупили-накупили, работы много всего, много, посадить не успели. Николай, спасибо. Ты сегодня мне много всего интересного рассказал. Я думаю, что нашим читателям, зрителям тоже это будет интересно. Много важных советов. Еще что-то забыл? Есть еще один момент, да. Мы говорили, что мы сейчас защищаем от болезней, мы защищаем от ожогов, но есть еще одна защита, которая требует наше растение. Это грызуны. Как же я про них забыла. Вот спасибо. И действительно от них много проблем возникает. Они могут повредить наши молодые саженцы, особенно в суровые зимы, я уверяю, было такое в питомнике. Они поедают даже можжевельники внутри, хоть они колючие. Да, поэтому с полей все сейчас, да, и с улиц, ну, все пойдут ближе к домам, прятаться в укрытие. Поэтому что мы должны делать? И начинать это делать нужно было, ну, сейчас не поздно, надо продолжать это делать. Нужно было уже начинать в конце августа, когда, скажем, в полях урожай убран, да, вы у себя все убрали, грызунам нечего есть, им нужно что-то искать. И они идут ближе к постройкам, к домам, да, к каким-то строениям, и прятаться, и найти питание. В том числе, поэтому и теплицы. И что мы должны сделать? Я расскажу, как мы делаем это в питомнике. Вот в шоу-саду у нас здесь проложены, у нас сейчас 30 соток, да, по-моему, площадь садовая? Да, здесь примерно так. Вот на эти 30 соток у нас приблизительно стоит то ли 7, то ли 8 приманок таких. Что такое приманка? То есть мы берем готовую отраву от грызунов, да, готовые. По-другому не так, к сожалению, да, не очень гуманно. Нет, но можно поставить и мышеловки, то есть и так далее. Но все равно с ними нужно бороться, нужно уничтожать. Не ловить баночку, либо мыши, либо урожай. И урожай, или наши, извините, постройки, да, где они тоже будут портить нам и мебель и так далее. И коммуникации. Коммуникации, да. Поверьте, бывает, что залазят и в оргтехнику. Бывает. Поэтому бороться необходимо. Что мы должны сделать? Мы покупаем готовые приманки. Не нужно готовить их самим. Достаточно в садовом центре все продается. Я бы советовал их чередовать, и использовать. То есть, что опять в словах учредовать? Раз в две-три недели мы должны их просматривать, менять. Либо досыпать, либо просто менять. Потому что на улице они портятся в любом случае. Но для того, чтобы они меньше портились и мы, особенно если пользуем зерновые, не таблетизированные такие есть, прессованные, как бригетики, а зерновые приманки их с удовольствием передают птицы. Поэтому, чтобы защитить сад, вернее, защитить птицы, которые помогают нам защитить наш сад, мы должны грызунам. Что мы делаем у нас в питомнике? Мы берем тот же контейнер. Мы купили растение, оставились горшочки. Горшочек с дырочками, да. Да, мы точно так же что мы делаем? Берем этот контейнер, вырезаем одну или две прорези, делаем с двух сторон. В этом контейнере домик такой, да? То есть, прорезь, то есть, дно, а в верхней части сделаем такие, как вот окошечки. Насыпаем приманку. Если это земля, то обязательно стелим какой-нибудь, ну, можно картонку и пленочку, да? И насыпаем эту приманку или кладем приманку. Дальше накрываем этим горшочком. Но птица может достать. Может. Что мы делаем дополнительно? Мы ставим вот эти пластиковые ящики, да? Овощные. Овощные, да. Даже в магазинах вот они есть. Деревянные. Деревянные можно. Ну, или еще какое-то укрытие. Чтобы попасть, мог грызун пролезть, он и прятаться там будет, кстати, да? Он же перебежками, да? Он же не бегает в открытую. Он будет туда попадать и попадать приманку. отравиться, съесть. Поэтому грызуны у вас при этом погибнут, а птицы, которые нам помогают, защищают сад. Останутся целые. Поэтому я рекомендую вот все-таки вот эту работу с грызунами, борьбу вести не просто зимой, когда, говорят, еще есть такие рекомендации, протаптывать участки, чтобы они не ходили по участку. Но начать заранее, до этих снегов. То есть сейчас уже бороться и начать с грызунами. Ну, вот, в принципе, наверное, мы проговорили сегодня основные методы защиты сада. Ну, да, да, да. Основные и важные, мероприятия, которые действительно нужно сделать в саду, нужно успеть сделать, чтобы, во-первых, сохранить урожай, да, который у нас. Улучшить следующий. Улучшить следующий. Подготовить наши растения, безопасить их от болезней, вредителей, помочь им жить, чтобы они не развалились, красиво выглядели. Мероприятий, конечно, много, и действительно их лучше, ты вот сегодня рассказала, много что нужно сделать. И действительно это лучше сделать осенью, потому что весной мы уже ждем начало движения, все хочется, и посев, и однолетние цветы, и теплицы, действительно работы много. Какие-то пересадки опять. Пересадки, да, отделение многолетников и так далее. Поэтому, конечно, большую часть работ, тем более мы сейчас не очень загружены, лучше делать непосредственно вот... Осенью, ну, так как нам позволяет погодные условия. Я говорю, тут же обрезку можно делать тогда, когда нам еще комфортно самим работать. То есть не доводить себя. Да, не стучать зубами, да, и не пять варежек надевать. Поэтому благодарю тебя, да, за подробный рассказ. Много я для себя даже полезного узнала. Некоторые моменты у меня вызывали подозрения, стоит, не стоит. Ты мне сказал такие основные вещи, которые действительно помогут сделать сад красивым, здоровым и получить богатый урожай на следующий год. Ну, и радовался бы нас и как урожаями, так и... Внешним видом. Внешним видом, да. Спасибо. Спасибо, Николай. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok